Они строили очень дорого, поэтому они, конечно, были недоступны массам. Понимаешь, а печатный станок Гутенберга, он, по сути дела, как бы сделал стоимость брошюры, вообще невысоко доступны всем. Не говоря уже о сегодняшней технологии, которая позволяет... Дальше, да, так вот, но я хочу тебе сказать о чем. То есть, представляешь, что такое человек до письменной культуры? Допустим, вот, я не имею в виду там неандертальца, я имею в виду, допустим, людей, ну, мы говорим о греческой, допустим, цивилизации, мы упомянули о Гомере. Какой объем информации нужно было запомнить? То есть, а ты же понимаешь, что в головном мозге человека определенные зоны отвечают за запоминание информации, за алгоритм запоминания информации. Ведь это совершенно два разные пути обработки и архивирования информации, визуальной и... Ну, как это называется? На слух, когда мы воспринимаем информацию, или когда мы читаем с листа, да? То есть, это совершенно два разных алгоритма восприятия, обработки этой информации и ее архивирования. Так, чтобы еще она запомнилась. И это сейчас мы уже затрагиваем не только, то есть, мы сейчас говорим конкретно о физиологии. Почему? Потому что это связано с образованием определенных цепочек. Как называются эти связи в головном мозгу аминокислотные? Ну, я не готов. Короче говоря, это... Да, это связано с образованием определенных цепочек структурных, которые позволяют тебе на физиологическом уровне. Они вырабатываются в процессе постоянного повторения одного и того же действия. Понимаешь, да? То есть, конечно, при переходе от дописьменной культуры к письменной культуре начали выстраиваться новые, так сказать, связи и новые каналы, и новый механизм восприятия, обработки и архивирования информации. Дальше, что происходит сейчас? Мы же видим, что сейчас в определенном смысле происходит деградация. Во-первых, отказ, так сказать, от привычной нам книги бумажной, бумажного носителя, да, линейного восприятия информации при чтении. Потому что страницы, допустим, если мы говорим о электронных книгах, там, в принципе, чтение совсем другое. Там страница по диагонали, условно говоря, читается, понимаешь, да? Это не может не воздействовать, опять же, на физиологию человека, да, появление всевозможного количества устройств, гаджетов, которые человека просто освобождают от необходимости хранить колоссальный объем информации в голове. У него есть маленький девайс в руке. То есть все в конечном итоге сводится к чему? К тому, что тебе нужен только палец. Но следующее движение, оно такое, что тебе даже не нужен палец, потому что ты можешь с помощью голосового запроса получить всю нужную информацию, и ты можешь даже не уметь читать. Почему? Потому что голосовой помощник эту информацию тебе воспроизведет голосом. То есть, по идее, мы приходим к тому, что вот это... Поэтому, если функция не поддерживается, то она отмирает, понимаешь? Если тебе нет нужды читать, во-первых, у тебя поменяли совершенно алгоритмы поиска информации. Тебе не надо идти ни в какую библиотеку, тебе не нужен пытливый ум, тебе не нужно ворошить огромное количество литературы, чтобы по крупицам оттуда вынуть то, что тебя интересует. Двигательная активность уменьшается. Двигательная активность, естественно, уменьшается, причем существенно. У тебя в руке появляется маленький девайс, в котором есть, я не знаю, терабайт памяти. Что такое терабайт памяти? Ну, а дальше, может быть, будет и не терабайт, а еще больше. В котором ты можешь архивировать, а, все, б, с помощью него, вот, с учетом того, что появляется сейчас, какие сервисы, различные платформы, ты можешь решать, ну, практически разрешить всю свою бытовуху жизненную. И многие задачи, которые раньше ты решал совсем по-другому, с другим количеством энергозатрат, и энергетических затрат, и интеллектуальных. Так получается, технологический прогресс, это совершенно не мудрецы создают? На мой взгляд, технологический прогресс, обратная сторона технологического прогресса, это в определенном смысле деградация. То есть, формируется, вне всякого сомнения, он дает колоссальные возможности, да, вот, в современном мире. Он дает колоссальные возможности в современном мире, в том числе и для, такой, как бы, потенциал для нового витка развития экономики, уже такой, совсем глобальной. Но в то же время, как бы, обратная сторона его, это в определенном смысле деградация. И плюс, конечно, несомненно, что идет процесс формирования элит. То есть, раньше эти элиты формировались по одному принципу, эти были жрецы, или там, феодалии. Это были жрецы, или там, феодалии, или там, феодалии. Сейчас это элиты технократические. Понимаешь? И именно эти люди будут в конечном итоге управлять массами. Именно этим людям будет принадлежать, ну, львиных долей ресурсов и активов. Конечно же. А остальное, это, в общем-то, будет компост. Ну, мне так кажется. Судя по тому, куда все движется. поэтому нет я не согласен с тем что все очень уныло как там было уныло почему же за столько лет так уныло меняется свет так уныло меняется свет ну то есть вопрос в том что уныло это в ту сторону да то есть идея вот чем как бы по идее мир или свет ну мир да как бы свет мы можем понять так что он должен меняться в сторону мудрости а мир не меняется в сторону мудрости не меняется в сторону совершенствования технологий и в результате дару свою очередь стоят на службе капитала то есть конечно мы только а кольчик разговор про все эти технологии 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 что что они они да они облегчают жизнь человеку они дают ему больше возможности но в любом случае на этом, это сегодня это существует только потому, что на этом кто-то зарабатывает на этом кто-то зарабатывает вот до чего дошел прогресс опустился на глубины, поднялся до небес ну а что, так сказать на этом кто-то зарабатывает понимаешь то есть движок, вот этот движок все-таки это деньги это не мечты о каком-то светлом будущем человечества где каждому по потребностям, от каждого по возможностям не об этом же речь идет, правильно? так что же мы видим что в конечном итоге может остаться так что мудрецов-то не останется и дураки будут идти за дураками следствием нет, я думаю, что все равно вот сейчас таких наверное, может быть мир стал многополярным это во-первых и во-вторых конечно же ну на аванс сцену не то что возвращаются а уже вернулись страны Юго-Восточной Азии в первую очередь конечно Китай но помимо Китая там еще есть и Сингапур да, Гонконг Сингапур Япония но вот Индия страны с огромным человеческим потенциалом потому что ну просто если так сказать вспомнить о том что в Китае там сколько миллиард 600 миллионов сейчас живет да, в Индии миллиард да, и в Индонезии еще там сколько там, 400 то есть это уже полнаселения планеты потому что все население семь с половиной а мы уже здесь насчитали три на секундочку то есть в этом смысле человеческий ресурс там колоссальный первое второе это страна конечно это цивилизации я бы так сказал цивилизации с преемственностью на протяжении тысячелетий да, ну китайская цивилизация 4000 лет преемственности понимаешь индийская цивилизация да, то же самое и там же именно преемственность на протяжении веков и на протяжении тысячелетий происходит то есть в этом плане да, они за 20 век наверное много всего взяли от цивилизации западной так сказать то есть какая-то вестернизация произошла несомненно но эта вестернизация она произошла лишь для того на начале на стартовом вот этом этапе лишь для того эта вестернизация произошла чтобы дальше как бы переработав это и пропустив сквозь призму своего восприятия да, и своей культуры выработать какие-то новые так сказать практики которые дадут им возможность реализовать свой потенциал и оказаться на регулирующих позициях вот в этом современном мире понимаешь но в то же время не потеряв свою аутентичность не потеряв вот эту внутреннюю гармонию на уровне социума не утратив свою ну вот такую свою идентичность именно и в том числе с точки зрения какой-то философской религиозной идеи ты думаешь, что они не утрачивают? я думаю, что они не утрачивают я думаю, что они утрачивают отчасти но в целом все равно скажем так они, конечно во многом следуют принципам которые были выработаны тысячелетия назад ну а вообще вот человек он не утрачивает глобальном уровне не утрачивает свои вот эти какие-то в общей массе сам человек не утрачивает свои ну я говорю что это как говорится глобализация во-первых во-вторых индустриализация и в-третьих господи как этот процесс называется урбанизация ведь как выглядел человек раньше ну во-первых это либо был сельский житель либо житель небольшого города где опять же коммуникация была совсем другая чем в таком мегаполисе как Москва ну или там не знаю любой мегаполис в Китае где проживает 25 а то и 30 а то и есть агломерации по 45 миллионов человек понимаешь это адские муравейники то есть тут еще возникает вопрос другой тоже касающийся природы человека ведь ну разве можно говорить о том что тот человек который не знаю 300 лет назад в европейском ландшафте на природе существовал в селах или в небольших городках его можно сравнить с сегодняшним человеком который живет в таких вот колоссальных агломерациях в больших городах хотя конечно в Европе не так много таких городов да европейские столицы все таки они уступают по населению в Москве может быть единственное только Лондон наверное а так там таких масштабов конечно нет но тем не менее понимаешь вот я не знаю как это влияет на физиологию человека проживание вот в таком городе который никогда не спит где колоссальная конкуренция где адское скопление на один квадратный километр людей плотность населения да где у человека просто очень ограниченное пространство и он пребывает постоянно в ситуации жесткой конкуренции и борьбы за место под солнцем слушай ну вот ему как ты думаешь человек же ну человек же может это изменить он берет и уходит просто от этого или ему уже созданы такие условия что он не может просто изменить нет он создают социальные модели как бы определенные то есть эти социальные модели внедряются да ну условно говоря сейчас же есть определенные социально-экономические модели иначе как можно было под которые дальше подгоняется все остальное то есть иначе как можно было продавать каждый год новый телефон на то сейчас обладание той или иной материальным благом или вещи она собственно это вот новая сетка координат через которую ты можешь понять на какой ступени социальной лестнице ты находишься хорошо как по твоему мнению как можно или какие технологии могут позволить уйти от этого можно так назвать что это как бы саморазрушение нет ну вот еще же как бы молодое поколение приходит на смену мне кажется там довольно много людей увлеченных людей которых этот потенциал творчества которые видят все но совсем по-другому вот увлечены идеи у них нет тех ограничений которые есть у нас они свободно двигаются перемещаются то есть скажем так что в общем-то глядясь на них ни о каком саморазрушении мысли в голову не приходит то есть наверно всегда так было что активной частью населения была совсем мало его доли основная масса она плывет по течению существует в рамках тех конструкций которые для нее создают но то что сегодня в современном мире нужно будет иметь конечно человеку для того чтобы как-то преуспеть ему нужно будет быть гораздо более адаптивным гораздо более активным гораздо более ты сказать таким вот flexible почему потому что мы уже видим то есть и раньше можно было на протяжении всей жизни заниматься одним и тем же делом сейчас профессии будут устоевать такой скоростью что просто современному молодому человеку за его активную жизнь придется освоить не одну профессию понимаешь да почему ты думаешь что профессии так быстро устаревают ну потому что так сказать прогресс идет семимильными шагами мы же видим что происходит сейчас уже устаревают профессии вырастают требования очень сильно поэтому конечно сейчас такое время ждет очень непростое именно вот так сказать перестройки такой глобальной все-таки это не просто да то есть что такое адаптивной способности ты должен ты должен ты уже запрограммировать на то что тебе придется скажешь какой-то какой-то периодичностью до осваивать но пулу осваивать новую профессию получать какие-то новые знания уметь их применять на практике ну мне так кажется да другой бы спорил да не я думаю что просто будет на расслоение серьезное какое-то происходить расслоение в ну будет поляризация то есть будут какие-то вот как я говорю технократические такие или туда те кто создает этот мир им управляет и те кто собственно говоря исполнители 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 и собственно говоря скажем так представляют себя наверно винтики гаечки механизм большой машины да вот и мы значит приходим к заключительной фазе нашего практически разговора да а заключительная фаза связано с чем что что нас так сказать уже клоун в сон поскольку как бы начали мы до до сейчас уже после а сейчас в лекси был полный наступает я но у нас были интересные темы на самом деле особенно связаны с вопросами воспитания связаны с вопросами воспитания но мы вот об этом в одном видео говорили воспитывать или воспитываться это одна из один из моментов кстати вам может где-то и соприкасается к вопросам опять-таки вот этим почему же за столько лет так уныло меняется свет и мудрецы за дураками следствие не знаю это может быть вопрос утверждение или что-то еще или догадка или догадка поможет поможет не никто никуда не идет ни за каким во первых может никто никуда не идет во вторых частное мнение всего лишь на все меняется уныло и может быть для конкретного человека кто написал эти строки может быть для конкретного человека кто написал эти строки для нас он меняется далеко не уныло но и опять лишь понятие унылости до уныло менять если с точки зрения технологий конечно он не уныло меняется такие как сейчас технологии скажем так и возможностей которые выставляются человеку для реализации своего потенциала с моей сейчас а с точки зрения вот смотри с точки зрения другого с точки зрения как понимаешь я тут слышал такую где-то там читал слышал немножко вот отрыв отрыв человека от каких-то вот истоков происходит этот отрыв как получается мы как бы земля в иллюминаторе уже понимаешь видно видно вот а скоро можно найти что даже земли в иллюминаторе видно не будут все стремимся где-то найти польша какие-то фантастических рассказать я не уверен что на орбитальной станции или космическом корабле или ракете вот что куда смотрят называется иллюминатор то что на корабле или на подводной лодке называется иллюминатором это точно на ракете не знаю на это тоже иллюминатор песня поется земля в иллюминатор получается так что человек все смотрит куда-то в высоту и хочет и думает поршу говори какая песня есть такого юрия антонова мы все спешим за чудесами да но нет чудес не из чудес чем-то земля что под ногами под крыши дома моего то есть по сути зачастую вот не как бы так но нет чудес не ничего 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 да ну я где-то может быть не совсем точно но идея в том что чудеса вот она здесь то есть она и есть андрюх и лисеев или она есть его нет и вот что я хотел сказать и не текущими вот значит еще мы как бы мы учимся мудрецами быть я просто почему за этот технологий за столько лет мир меняется конечно технологии менять летаем в космос создаем вот эти гаджеты телефонный установку уже там алиса сеть интернет мы можем переместиться из одной точки в другую точку зато каких-то там не знаю пару часов там да там шесть курок а этим ускорение все уже там на космическом корабле какие-то экскурсии куда-то там летают уже значит по идее как человек хочет какой-то он ищет какое-то счастье где-то вовне ну да мне вне всякого сомнения конечно приобретается направлен не внутрь себя да он как бы думаю что вот вот где-то там это за участок нет вообще все что человек кстати говоря это интересно такой дискурс что все очень то что человек изобретает это по сути дела его внешнее расширение от лопаты до который позволяет ему допустим вот снег кидать не руками а лопатой что такое лопата лопата это внутреннее это внешнее расширение человека это некий инструмент его руках который позволяет ему эффективно прикладывать свои усилия гораздо эффективнее да то же самое вот все остальное все все как бы средства коммуникации все медиа это по сути дела внешнее расширение человека да да его вот это таскать энергии движения направлены конечно на вне они внутрь себя то есть мы все время как будут получается все наши вот эти действия поэтому и и вопрос задается не с точки зрения почему же как бы уныло меняется свет уныло меняется свет том плане что не то что создаются телефон а именно в том что он меняется не он как бы не находит вот тот внешне меняется а не меняется сам человек а сам человек не меняйте поэтому так и остается